Я являлся начальником абортирной группы КГБ СССР по контрразведанному обеспечению войск, участвующих в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной станции. И, соответственно, в мои обязанности входила в первую очередь безопасность людей, которые участвовали в ликвидации аварии. Их было очень большое количество. Одномоментно на станции находилось примерно 40-20 тысяч военнослужащих в разное время. Поэтому необходимо было проводить большую работу, связанную с их безопасностью, предотвращению возможных акций вредительства, пожаров, взрывов, обрушений и других нежелательных последствий, которые могли бы повлечь человеческие жертвы в этих экстремальных условиях. Следующая задача была, это, естественно, что оказание помощи командованию войсковой группировки, правительственной комиссии в тех вопросах, которые были острые и которые не всегда лежали на поверхности, их нужно было как-то оценивать, получать и доводить до командования и правительственной комиссии, чтобы они принимали соответствующие решения. Так как атомная станция, это является особо режимный объект, то, естественно, что очень много вопросов было связано с обеспечением режима, и пропускного режима, и режима секретности, и других вопросов, связанных с режимом и безопасностью станции людей. Вы знаете, что после аварии были введены несколько зон, специальных зон. Первая особая зона – это сама станция, куда допускался ограниченный контингент людей очень по жесткому списку и по специальной системе пропусков. Несмотря на то, что там находилось, я говорил, что тысячи уже людей самой станции. Далее, это была 10-километровая зона вокруг станции, и была 30-километровая зона вокруг станции. И все это обеспечивалось специальным режимом. В первую очередь, для того, чтобы радиоактивные материалы не вывозились зараженные из зоны, чтобы в последующем они не использовались и в каких-то преступных целях, либо неумышленно наносили ущерб жизни и здоровью людей, объектов и так далее. Далее, очень много вопросов было связано с использованием военной боевой техники. Было задействовано примерно 6 тысяч единиц военной техники разных направлений, разных особенностей в этой технике было, разные особенности. Поэтому, естественно, что на этой технике находилось очень много специальной аппаратуры, специального оборудования, секретной аппаратуры. И все это тоже подлежало определенным мерам защиты и безопасности. Кроме того, очень много находилось на самой станции обслуживающего персонала, у людей, которые ликвидировали последствия аварии, различные секретные аппаратуры, различных закрытых материалов, которые тоже подлежали определенному контролю и защите. Естественно, что мы продолжали изучать возможные версии аварии и проводили соответствующие мероприятия в этом направлении.